Детский амбудс занимается прежде всего теми вопросами, которые относятся к его ведению. Естественно, это понятно и логично, что такие вопросы поднимаются ею. Дело в том, что сейчас, как вы знаете, у нас в народном собрании находится уже в первом чтении принят проект закона об образовании. Помимо этого, дело в том, что сегодня идет работа еще над альтернативным проектом об образовании. И, насколько я понимаю, это проект, который готовит Министерство просвещения. То есть, естественно, получается, что есть сторонники и противники того проекта, который уже есть в народном собрании. Ну и, соответственно, наоборот, сторонники и противники, скорее всего, того проекта, который готовится. Но в любом случае, со стороны детского амбудсмена нас попросили максимально позволить им поучаствовать вообще в этом процессе. Другое дело, что, понимаете, когда такой проект приходит уже в парламент, мы, депутаты, выразили тоже свое мнение, что, наверное, он все-таки больше уже, по большей части, да, на, скажем так, на львиную долю он должен быть уже готов. И, в принципе, согласован, наверное, да, со всеми акторами, скажем так, ну, в этом деле. И вот, наверное, хотелось бы, чтобы именно на уровне экспертам сегодня, уже не доходя до того момента, как данный проект придет в парламент, чтобы уже участвовали, в том числе и детские амбудсмены, не только он, а, в принципе, все люди, все эксперты, которые так или иначе заинтересованы в том, чтобы этот проект, он отражал мнение чаяния общества, да, и был направлен в этом плане, естественно, на защиту прав детей образовательных. Ну, проект об образовании, действительно, уже довольно долгое время идет работа над ним, он находится в парламенте, еще тот САЗЭВ этим занимался, и, по-моему, даже еще раньше. Все верно, на самом деле, это не, даже тот проект, который сегодня находится в парламенте, он не первый, работы такие уже велись еще в предыдущие, то есть этот проект, который сейчас, на рассмотрении парламента находится, то есть принимали, готовили его не мы, а предыдущие. САЗЭВ парламента, вот, но и до него еще ряд САЗЭВов, которые были, там, это пятый, по-моему, САЗЭВ, даже тогда были попытки подготовки проекта законного образования. Но дело в том, что в итоге мы упираемся, конечно, в такую ситуацию, что проект, он очень сложный, и от него действительно очень многое зависит, и ответственность на любом САЗЭВе, который примет этот проект, она огромная, и все очень боятся, наверное, ошибиться тоже. И, знаете, я бы, честно говоря, к парламенту в последнюю очередь в этой истории обращался, потому что все-таки мы не узкопрофилированные специалисты. То есть, да, к нам документ должен был прийти уже, наверное, реально отработанный, так, чтобы максимально были рассмотрены все минусы и плюсы. Выработан должен быть определенный такой материал, который, наверное, уже общество в целом устраивает, и, прежде всего, экспертов устраивает. А рассчитывая, что депутаты парламента смогут какие-то очень серьезные коррективы внести, ну, я бы, например, не стал, потому что, ну, депутаты парламента, да, не специалисты в области образования. Хотя, слава богу, у нас есть несколько человек, специалистов. Да, и неуресты-то, кстати. Но я хочу что спросить. Дело в том, что действительно законопроект и закон, который должен, наконец, состояться и выйти, да, он рассчитан на то, чтобы реорганизовать всю систему образования. Но это действительно длительный и непростой такой момент, да, материал, и долго надо над этим работать. А дети здесь и сейчас, скажем так, нуждаются в том, чтобы как-то их права не нарушались, как это Мактина Джинджоли озвучила. И, наверное, в связи с этим она предложила создать положение некое, такой документ, об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы вот на вот этой правовой основе можно было решать их вопросы. Что вы об этом думаете? Да, все верно. Вообще это нормальная логическая практика. И я полностью с этой идеей согласен. Другое дело, конечно, положение, которое... Кто его будет готовить, да, насколько оно будет отвечать требованиям, которые сегодня ставятся перед образованием. Ведь, по сути, положение это, ну, это не закон, но в целом, ну, достаточно схожий. В отсутствии закона именно положение будет регулировать основные процессы в образовании, происходящие в нашей республике. И отнестись к положению тоже необходимо очень серьезно. Это тоже очень важный документ. Тем более до того момента, пока не будет принят соответствующий закон. Ну, и о чем договорились депутаты и амбитсмены? Сама идея, саму идею, конечно, мы поддерживаем, да. Но все зависит от того, как она будет реализована. Какое-то конкретное решение какому-то знаменателю вы пришли в результате встречи? Ну, мы пришли к такому... Естественно, работу у нас положение, но они нам рассказали, мы поддержали. Они, я так понимаю, будут продолжать эту работу, будут с исполнительной властью, с кабинетом министром, прежде всего, сконтактировать, с Министерством просвещения непосредственно. А что касается парламента, то, ну, как у нас пойдет дальнейшее движение по тем, по законопроекту по образованию, который у нас есть, либо по новому законопроекту, который готовится вроде бы как, ну, насколько нам известно, должно поступить в народное собрание. Мы в любом случае будем приглашать также и аппарат омбудсмена, помимо специалистов именно в области образования, но также и омбудсмена детского для того, чтобы интересы детей также были защищены в этом законе.